Новую снайперскую винтовку «Уголек» для Минобороны разработают в России. 1 марта 2019 года ТАС новую снайперскую винтовку «Уголек» для Минобороны разработают в России. 7,62 мм снайперская винтовка СВДС со складным прикладом. Источник изображения генеральный директор ЦНИТАЧМАШ Альберт Баков от МТЕЙЛ, что «Уголек» создадут не для замены снайперской винтовки «Драгунова Москва» 28 февраля. Слеш-тас-слеш. ЦНИТАЧМАШ, входит в Ростех, разрабатывает в интересах Минобороны новый полуавтоматический снайперский комплекс в двух калибрах ПАИНТ-308 и ПАИНТ-338. Лапио Магнум. Опытно-конструкторская работа ОУКР получила название «Уголек», сообщил в четверг в интервью известием генеральный директор института Альберт Баков. Идет работа над проектом «Уголек». Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны двух полуавтоматических снайперских винтовок. Мы разрабатываем винтовки двух калибров ПАИНТ-308 и ПАИНТ-338. «Лапио Магнум», — сказал Баков. Он отметил, что ранее ЦНИТАЧМАШ ввел аналогичный ОКР в интересах спецслужб, однако требования Минобороны жестче. У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которая нам поставила жесткие условия никаких импортных комплектующих, — пояснил Баков. По словам Бакова, «Уголек» создается не на замену снайперской винтовки Драгунова, СВД. На тех дистанциях, где работает СВД до 800 метров, можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства, — подчеркнул гендиректор, при этом добавив, что в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции. Он отметил, что сейчас основная задача для разработчиков — это создание новых выстрелов. Первые образцы уже готовы, они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям. Выстрелы являются составной частью снайперского комплекса, куда входит еще сама винтовка и навесное оборудование. Гражданские версии. «Цнеточмаш» создаст охотничьи самозарядные винтовки на основе армейских, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторской работы «Уголек». Это создание охотничьих самозарядных винтовок высокого уровня и класс на базе двух снайперских комплексов, которые мы разрабатываем. Оба калибра и ПАИНТ-308, и ПАИНТ-338 сейчас востребованы, — сказал Баков. По его словам, сейчас на российском охотничьем рынке высока конкуренция среди продукции среднего и ниже среднего класса. Продается, в основном, недорогое турецкое оружие, которое стоит дешевле российского, — пояснил Баков. Из отечественных винтовок лучшим предложением по-прежнему остается карабин СКС, так как по качеству и доступности патрона калибра 54 переплюнуть СКС еще никому не удалось. Платформы под иностранные калибры не пользуются высоким спросом из-за низкого качества отечественных патронов этих калибров. Как отметил Баков, «Цнеточмаш» не будет делать дешевое оружие, институт планирует занять нишу «хай-энд» продукции. Он объяснил это тем, что имея, условно, технологии седьмого класса, никогда нельзя запускать производство уровня пятого класса или третьего, иначе упадет качество продукции. Опытно-конструкторская работа «Уголек» подразумевает разработку нового полуавтоматического снайперского комплекса в двух калибрах по заказу Минобороны России. В состав комплекса входят две винтовки под патроны ПН-308 и 338, а также навесное оборудование и новые прицелы к ним. Главным требованием военных является отсутствие любых импортных комплектующих. Ранее «Цнеточмаш» уже ввел аналогичный ОКР в интересах спецслужб. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.